У нас сегодня крайне интересная тема, которая может сейчас показаться в 2010 году не очень актуальной, но, как мне представляется, ее актуализация будет происходить с каждым днем, с каждым часом, потому как обсуждать мы сегодня в реальном времени будем следующие вопросы. Страна уже знает повестку будущего президентства? Упросительный знак. И я представляю наших сегодняшних гостей. Это Алексей Зудин, заместитель директора Центра политической конъюнктуры России. Алексей, добрый вечер. Здравствуйте. И я рад приветствовать в нашей студии прямого эфира Финам-ФМ Михаила Виноградова, главу Центра Петербургской политики. Миша, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое, что согласился приехать. Смотрите, ну вот сегодня я хочу начать с того, что нынешний президент Медведев все-таки генерит некие идеи, и в частности он предложил сократить количество чиновников России на 20%. Я не знаю, почему на 20, почему не на 15 или на 30, но вот некая такая цифра у нынешнего главы российского государства возникла. Михаил, как вы считаете, это очередная такая пиар-акция или президента действительно все достало и он решил навести порядок? Это не инициатива Дмитрия Медведева, это по сути инициатива Алексея Кудрина, который пару дней назад заявил, что нужно ужимать бюджеты государственных учреждений. В данном случае Медведев поддержал Кудрина в этом посыле и, соответственно, дал знак, что все-таки тучные годы прошли, финансовая ситуация экономическая не самая блестящая и придется ужиматься. Мы видели буквально на днях, московское правительство заявило, что оно снова будет набирать штаты, была некоторая пауза, то есть дали сигнал говорить о конце кризиса и о том, что госаппарат будет чувствовать себя комфортно, как минимум преждевременно. То есть получается здесь только финансово-экономический аспект, политики нет? Ну, я бы не преувеличивал политический момент, потому что мы знаем, что тема сокращения чиновников, она заезжена от нее, как сокращение милиции, да, от нее все устали и, в принципе, особого резонанса она не вызывает. То есть толка не будет другими словами. Алексей, вы как считаете? Ну, я думаю, что Михаил дал, в общем, достаточно адекватное объяснение. Другое дело, что политические последствия и политические аспекты есть у любого государственного решения, но в данном случае, я думаю, что главное это бюджетное ограничение. Только? В основном. В основном. Да. Хорошо. Давайте продолжим дальше. Вот еще одна актуальная тема этих дней. Это ситуация, связанная с так называемым коррупционным делом Даймлер. Вчера прозвучала информация, что в Генеральной прокуратуре России, к сожалению, нет переводчиков. Я просто напомню, что вчера был последний день, когда можно было заводить уголовное дело в отношении данного случая. И мне казалось, людей, которые могли бы перевести материалы Минюста США на русский язык с английского. Есть разные комментарии по этому поводу. Но, Михаил, это такое вот недружественное жест в адрес нынешнего главы государства по тому, как он давал свои поручения или нечто другое, по вашему мнению? Ну, во-первых, я вполне верю, что у них плохо с переводчиками. То есть вы допускаете, что в Генеральной прокуратуре России нет людей, знающих английский язык? Я легко допускаю, что мы преувеличиваем качество работы государственных органов, в том числе органов правоохранительных. С другой стороны, это жест Медведеву о том, что если он достаточно настойчив в том, чтобы это дело расследовать, пусть дает более четкий, более внятный политический сигнал. Более мягкие сигналы прокуроры по разным причинам не слышат или слышать не хотят. Очень интересный момент. Такая трактовка, Алексей, вы как считаете? Я думаю, что не стоит здесь... Да, действительно, качество государственного аппарата желает лучшее. Это первое. Второе. Самые лучшие и квалифицированные кадры, если брать кадры, ну, скажем так, среднего уровня, да, условно, вот, они в частном секторе, потому что там другие зарплаты. Вот, тем более, и я думаю, что переводчики тоже самые лучшие в частном секторе. Вот, другое дело, другое дело, что вне зависимости от того, есть переводчика или нет переводчика, как объяснение, это звучит, конечно, смешно. Вот, но это похоже просто, ну, так сказать, на попытку, ну, каким-то образом противодействовать, спустить на тормозах и так далее. Вот, но я бы не стал наворачивать сюда большую политику. Это обычная ведомственная самооборона от возможных неприятностей. Если говорить о каких-то, на мой взгляд, более убедительных объяснениях, да, возможных, мы же сейчас строим гипотезы, вот, то, скорее всего, скорее всего, это такая вот ведомственная самооборона, причем такая типичная, да, замедлить, подождать, авось рассосется, авось пронесет, ну, так далее, и тому подобное. Переключится внимание на другие темы. Совершенно верно, авось, еще что-нибудь случится более это самое, вот. И в этом смысле, в этом смысле, да, значит, если общественность удержит эту проблему, это дело в поле своего внимания и с учетом высокого значения антикоррупционной политики в повестке действующего президента, ну, я не исключаю, что президент может вернуться к этой проблеме уже по-новому. Как мне представляется, тема коррупции, тема того, что чиновники в России себя чувствуют весьма и весьма вольготно, станет для будущего президента действительно актуальной. А как вы считаете, вот все-таки те вопросы, которые сейчас пытаются генерировать нынешний третий президент, они получат продолжение, Михаил? Ну, на самом деле, не имеет смысла абстрактно говорить о повестке дня будущего президента, если мы не имеем в виду какую-нибудь конкретную фигуру. То есть вы считаете, это все именитно? Это люди, у которых 13 лет разницы в возрасте, да, и у которых, если есть много общего в оценке прошлого и даже настоящего России, то явно очень разный идеал будущего. Все-таки у Путина идеал такой более консервативный, он где-то лежит в 20 веке, а идеал Медведевский, если он существует, все-таки, наверное, ближе к веку 21. Поэтому у людей этих совершенно... То есть у этой персоны будет зависеть повестка дня? Конечно. Другое дело, что когда у Дмитрия Медведева большие ожидания по заданию этой повестки дня, когда он получает возможность развернуть политическую инициативу и выдвинуть некие яркие какие-то прожекты, здесь сложнее, потому что получается идея отмена часовых поясов, борьба за депутатскую посещаемость и, в общем, не самых ярких, а иногда и не самых удачных ходов. Если у Медведева действительно реальные, конкретные идеи, которые он почему-то вынашивает и скрывает, либо на самом деле мы будем видеть очередные модификации проекта сокращения часовых поясов, это одна из интриг будущего президентства, если это президентство Медведевское. Интрига путинского президента — это степень готовности Путина учесть те реваншистские настроения, связанные с восприятием частью элиты эпохи Медведева как такой компромиссно-пораженческой. Я не думаю, что у Путина такие реваншистские настроения существуют, но, тем не менее, как знак определенного отказа от надежд, возвращение Путина на пост президента, конечно, будет воспринято. Коррелируете ли вы, Михаил, вот этот вопрос, действительно, в будущей повестке дня с персоной конкретной? В данном случае, вот как говорит Михаил, о том, что одна повестка — это президент Медведев, другая совершенно повестка — это президент Путин. Выглядит это достаточно убедительно, но я с этим не согласен. Политическая программа среднесрочная и долгосрочные ориентиры, на мой взгляд, разрабатывалась этими людьми совместно. То есть это результат совместной работы. И здесь видение общее. Конечно, конечно, неизбежны акценты, оттенки, и связаны они с разным возрастом, и я бы подчеркнул, с немножко разной социализацией, воспитанием жизнью. Разное оно было. Но это общее, и доказательство того, что это общее, заняло бы много времени. Я просто хочу обратить внимание, что очень многие начинания, они, те, которые громко прозвучали уже в период президентства Медведева, они, в общем, поднимались, эти проблемы и при Путине, и необходимость инновационной экономики, вот, и необходимость диверсификации экономики, и борьба с коррупцией в том или ином виде, и необходимость, так сказать, причина, так сказать, почему борьба с коррупцией стоит так остро, это необходимость, по большому счету, создание в России современного государства. Это очень большая проблема, исключительно большая проблема, которая решается и решалась в путинское президентство парадоксальным образом, потому что государство начинало воссоздаваться руками старых государственников, да, старых, то есть воспитанных в советское время. Вот, но для нашей страны это безальтернативно, да, значит, мы либо, создадим, значит, либо, ну, либо, либо будет то, что бывает, когда государство не выдерживает испытанием времени. И в этом отношении здесь нет, я не вижу никакой существенной разницы между одним президентом и другим. Медведев в данном случае достаточно последовательно продолжает те основные направления, которые были, выстраивались и закладывались при Путине. Я, можно предположить, что совместно, да, потому что Медведев принадлежал к числу людей, которые, в общем, входили в российское руководство.